Наше число сегодня 429 тысяч. 420 тысяч безработных зарегистрировано в Украине по состоянию на февраль 2017 года. А еще в прошлом месяце, в январе, эта цифра была чуть более 390 тысяч, по данным Госслужбы статистики. В нашей параллельной студии уже есть гости. Это Оксана Продана, народный депутат от блока Петра Порошенко. Оксана, доброе вам утро. Доброе утро. Ну, видим, что уровень безработицы вырос. С чем это можно связать? Каковы причины? Ну, как минимум, это те предприниматели, еще не все предприниматели, которые сдали свои свидетельства о предпринимательской деятельности после введения обязательной уплаты единого социального взноса, независимо от наличия дохода. С 1 января предприниматель даже на общей системе обязан платить взнос в единый социальный, это 704 гривны минимальный, даже если у него нет дохода. Соответственно, люди сдают свидетельства и, соответственно, идут и регистрируются как безработные. Вы знаете, если мы обсуждаем действительно очень важный момент и социальной защиты, и безработицы, и пенсионную реформу, конечно же, так же хотелось оттолкнуться от нее. Еще не написали. Вице-премьер-министр Павел Розенко отрицает наличие на сегодняшний день варианта пенсионной реформы от правительства. Давайте его послушаем и, естественно, обсудим. На сегодняшний день нет никакого урядового варианта пенсионной реформы, тем более урядового варианта, который уже погоджен как-то с Международным фондом. Сейчас, и эта работа будет продолжать даже после подписания меморандума, мы, украинский уряд, украинская влада в целом будет проводить пенсионную реформу. Но не для МВФ, не заради МВФ, а мы будем проводить пенсионную реформу заради наших украинцев. Заради подвышения якости и ревня життя наших граждан. Мы знаем, много спекуляций есть по поводу меморандума МВФ, какие там требования конкретно есть. И все, что касается пенсионной реформы, достаточно критично обсуждается. Ваша точка зрения, когда же мы действительно получим эту реформу, трехуровневую систему накопления, которая есть и в Соединенных Штатах, и непосредственно в европейских странах? На самом деле закон трехуровневый был уже принят давным-давно, и он каждый раз с 1 января откладывался, откладывался и откладывался. Я вот сейчас слушала вице-премьера, и на самом деле хорошо, что он говорит, что нет их реформы. Потому что до сих пор, до вот этого заявления говорили исключительно о повышении пенсионного возраста. Когда вице-премьер говорит о том, что мы еще не подготовили, мы будем только готовить, это дает нам шанс на то, что все-таки система будет изменена, и люди, которые сегодня работают, завтра получат шанс на получение пенсии в будущем. Это одна часть, и вторая часть, все-таки пенсионеры должны уже сегодня получать пенсию в размере хотя бы не ниже прожиточного минимума. Сегодня у них, к сожалению, минимальная пенсия ниже прожиточного минимума. И любая реформа должна изменить эту ситуацию. Ну, вы знаете, еще очень интересно услышать мнение вашего коллеги. Вот народный депутат Юрий Чижмар сейчас с нами на прямой связи. Юрий, здравствуйте. Доброе утро. И вам доброе. Хотелось бы услышать вашу точку зрения, когда мы обсуждаем непосредственно чрезвычайные меры в энергетике, блокаду. Ваша точка зрения, каким образом это отражается непосредственно на украинцах, экономикой, ну и политической ситуации, в том числе, естественно. Ну, понятно, что электроэнергия, в принципе, так же, как и деньги, это и кровь экономики. Потому что никакой предприятия не может работать без достаточно количества электроэнергии. Поэтому для экономики крайне важно, чтобы система энергетическая работала безперебойно. Ну и, понятно, мы живем сегодня на каком-то 17-м столетии, когда люди будут жить при свечках. И хотелось бы, чтобы украинцы могли достойно пользоваться освещением в любую пророку, в любой час дня. Поэтому, понимаем, что это ганебные явления, когда сегодня у нас есть загроза, там есть исключения, или каких-то других мер, которые могут привести к ограничению энергетики, как юридическими, так и физическими особыми. Так смотрите, у нас же все-таки собиралось и СНБО, и при том не единожды по поводу этого. И много внимания уделялось вопросу энергетической независимости. И вот СНБО собралось и вчера, были заявления. Скажите, насколько все эти вещи своевременные, и чего еще, возможно, не хватает? Вы, как народный депутат, как считаете? Ну, я думаю, что это заседание РНБО, это больше пиарный защит, потому что вело-вотключение, або, скажем, какие-то перебои в энергетике у нас были годами. Я думаю, что самі энергетики на местах, на ТЕЦах, на атомной энергетике, они прекрасно понимают, что нужно в этих МВП-папках делать. И я думаю, что около этой блокады и в этой ситуации адміністрация президента, так же, как и Кевмин, больше раздувают какой-то такой политизации. Они хотят сделать каких-то свин, хотят дискредитировать певные демократические силы, вместо того, чтобы сядать за стул перемоги, и все-таки доводить не такими пиарными методами, доводить, как нужно выходить из этой ситуации. Я думаю, что и то, и даже то информация, которую подает, скажем, сегодня Министерство энергетики, и Кабинет Министров, она постоянно, ну, ризна. То одного дня у них на 40 дней достаточно вугилля антрацитовой группы, то на 10 дней. То есть, здесь нет даже четкой информации. И я думаю, что сам Министер не до конца говорит о ситуации, которая есть. Тем более, мы можем компенсировать, скажем, эту электроэнергию, которую выработают сегодня те, с из-за вугиля, скажем, увеличением производства на атомных станциях. То есть, тут есть много заходов. И я думаю, что энергетики самим могут разобраться в этой ситуации. Это уже для нас стало звичными вещами за последние годы. Но те нагнетания, которые сегодня происходят, эти заседания на НБО, там, такие гневные заседания Кабинета Министров, они больше несут собі за мету саме политизации, чтобы сегодня обратить внимание от певных вещей и деться сделать, ну, скажем так, кого-то виноватой в какой-то ситуации. Хотя мы прекрасно понимаем, что за два года существования вот этой проблемы на сходе страны было достаточно для того, чтобы, скажем, те же Тесы Ахметова перейшли на другую вугильную группу або на другой ресурс для выработки тепловой энергии. Но такая политическая держава, что про Цинюку, что сегодня при Гройсману, она просто сприяет, залишает ту же ситуацию. И нас каждый раз в конце рождения ставят... Вам огромное спасибо, Юрий Чижмарь, народный депутат Украины, был с нами на прямой связи. Ну, вот, по мнению народного депутата, вашего коллеги, вроде бы как и обычно, ну, нагнетание, не все так плохо. Действительно ли это так, учитывая те цифры, которые озвучиваются? На самом деле я согласна, в чем с Юрием. Цифры абсолютно разные и сложно какую-то из них... То есть каждый выбирает, что ему больше нравится, во что верить. По ситуации я бы хотела обратить внимание на два вопроса. Первое. Обязательно сейчас власть вся, начиная от президента и заканчивая самым-самым оппозиционным депутатом местного совета, должны сделать все для того, чтобы не позволить остановить металлургические предприятия. Это действительно 300 тысяч работников, это семьи, и все сегодня надо сделать для того, чтобы предприятия продолжали работать, которые сегодня зависят от угля. Это первая часть, которая является реально сегодняшней задачей. Но есть вещи, которые видны из решения Совета национальной безопасности. И это вещи, на которые очень важно обратить внимание сегодня, чтобы завтра не было повторения. То есть на сегодняшний момент то решение, которое у меня сейчас в руках есть, первым пунктом обращает внимание на невыполнение предыдущих двух решений, 2014 и 2015 годов. Я хочу напомнить нашим зрителям, что это правительство Яценюка, которое имело два решения РНБО, которое абсолютно их не выполняло. То есть у нас прошло 2014, 2015, 2016 год, сейчас, слава богу, 2017. В течение трех лет мы могли полностью диверсифицировать поставки группы А. Мы могли изменить и получать группу Г, но изменить необходимые поставки и получение угля. Но этого не было сделано. И сегодня люди, которые блокируют на Востоке, с ними надо разговаривать. Однозначно для того, чтобы обеспечить свободную, нормальную работу предприятий внутри страны. Но как разговаривать? Где в решении РНБО ответственность тех, кто не выполнял предыдущее решение? Где гарантии, что это решение будут выполнять? То есть единственной гарантией выполнения этого решения является ответственность за предыдущее. Это первая часть. Есть вторая часть, что не выполнено. Здесь же, 2017 год, пункт, опять же, следующее снова, вжити вичерпных заходов щодо нейтрализации загроз энергетической безопасности. Затвердити порядок перемещения товаров до района из районов от зоны АТО. Порядку перемещения, виявляється, до сих пор немає. Но, а лишь там стоять представники Державної фискальної службы. Что-то они там перевіряют, что-то они там контролируют. Как это происходит? Кто как хочет? То есть решение РНБО показывает еще одну вещь, про которую никто не говорит. Тут есть пункт, который ограничивает экспортировать тимчасово вогилля группы А. Питание. То есть мы до сих пор, знаючи всю ситуацию, которая происходит в Украине, и дефицит цієї группы вогилля, позволяли себе экспортировать это вогилля. Мне кажется, что это главный вопрос, на который сегодня должны давать ответы и РНБО, и Служба безопасности, и все правоохранные органы. Потому что мы потребуем изменений в середине энергетической системы, но их три года никто не делал, хотя знали про эту необходимость. Ну, возможно, что-то в этом году и изменится. Вот в Европейском Союзе вообще призвали прекратить блокаду железнодорожного сообщения на Донбассе, которое может привести, по мнению, естественно, экспертов, к энергетическому кризису. И с нами на прямой связи с нашей студией пресс-атташе представительства ЕС в Украине, Дэвид Стулик, может, естественно, его услышать. Доброе утро. Доброе утро всем. Вот, хотелось бы спросить вашу точку зрения. Европейские политики, чиновники обеспокоены вот этой блокадой. Каким образом, возможно, у них есть решение, вариант, вот как решать энергетический кризис, который сейчас в стране? Ну, вот мы вчера озвучили нашу позицию, тоже, как и сделали наши коллеги из американского посольства. Вот мы считаем, что вот эта блокада железнодорожного движения, она не соответствует вот такому подходу инклюзивному по отношению к тем людям, украинским гражданам, которые находятся по другую сторону. И поэтому, вот, как вы сказали, мы призвали эту блокаду прекратить. Мы считаем, что такие вопросы, такие конфликтные ситуации надо решать путем переговоров, разговоров, нахождения компромиссов. И что самое важное, это все нужно делать в правовом поле. Ну, а как вы считаете, насколько действительно достаточно непосредственно в стране, в Украине делается, чтобы действительно это все решить? Вот к этому мы как бы призываем наших партнеров, и это как бы у нас нет решений. Это должно быть украинское решение, которое надо найти вам тут, между разными сторонами вот этого конфликта. Но, как я сказал, мы будем призывать к тому, чтобы действительно такое решение было найдено. И самое важное, чтобы от этого не пострадали люди по обоим сторонам контактной линии. А скажите, пожалуйста, вот кроме призыва, вы заявлений были ли переговоры, например, с кем-то из администрации, президента, украинских чиновников, министров, политиков? Да, конечно, мы изучаем ситуацию. Наши эксперты, в том числе по энергетике, тоже есть в контакте. Своими коллегами из Министерства топлива и энергетики. Есть в контакте тоже с представителями энергетических компаний. Собирают информацию, сами анализируем ее. Тоже у нас есть и тоже контакты, как бы, можно так сказать. И с другой стороны тоже слышим аргументы и от тех, кто поддерживает блокаду. Вот для нас самое важное, чтобы ситуация в Украине, как бы, не подвигалась к каким-то дальшим, как бы, эскалапе. Поэтому мы действительно хотим, вот, если будет такая тоже потребность, помочь нашим опытом, нашими знаниями наших экспертов. Мы очень вам признательны и надеемся, что все-таки вас услышит Дэвид Стулик. При Саташе представительство ЕС в Украине был с нами на прямой связи. Естественно, говорили о энергетической ситуации в стране. Вот действительно, насколько опыт европейских политиков и их призывы толкнуть ситуацию в лучшее разрешение в иное русло? Вони, как нормальные партнеры, хотят, чтобы в Украине был спокойствие, мир, и чтобы мы им не заважали заниматься их вопросами. И это нормально, когда говорится о нормальное партнерство, о доброзичливое партнерство. Но они не сделают за нас, за нашу работу. Те вопросы, которые были приняты на заседании РНБО 2014-го, не решены до сих пор. Жодным чином. И вопрос в том, что для того, чтобы людям, которые сейчас там на Сходе блокируют возможность перевезения вантажей, им же нужно, чтобы говорить, им нужно что-то сказать. Что сказать? Как показать, что эти решения, которые сегодня приняты, вчера приняты, они будут выполняться иначе, чем те решения, которые были в 2014-2015-м году. Я думаю, что это самое главное сейчас, сформулировать разницу между решениями 2015-го, 2014-го и решением сегодняшним, что оно будет выполняться. Тогда смотрите, если мы говорим о том, что есть решения нескольких лет подряд, которые не выполняются, кто должен за это нести ответственность? Правильно, это самое главное, что должно быть. Смотрите, должна быть ответственность. Чи премьер-министра, который работал в тот час и не выполнял решения РНБО, чи министров, чи других каких-то людей, чиновников, которые брали зарплату, которые обещали, которые гарантовали и не сделали. Потому что, на самом деле, сегодня блокируют с нашего боку. И мы понимаем, что с нашего боку решение нам легче. А если бы заблокировали с другого боку, если бы заблокировали с боку окупованных территорий, еще бы методировало. Ну, смотрите, мы задавали вопрос сегодня на нашем сайте 112.ua, к нашим зрителям обращались с вопросом, кому выгодна блокада оккупированных территорий Донбасса. Варианты ответов 32% выгодны Украине, вот так вот ответили на первый вариант. Вариант второй выгодна России, у нас есть цифра всего лишь 5%. И вариант третий, который мы предлагали вам, непосредственно отдельным политическим силам, 63%. Вот такая у нас информация, вот такие у нас цифры. Уже будем в следующих часах разбираться больше. Вам огромное спасибо. Оксана Продан, народный депутат Украины, была гостьей 112 минут.